Ну, грубо говоря, по 272-му у вас паспорт не в какие вороты, правильно получается? Ну, что вот я сделала. Не Санпи, не 273-я. У меня по Санпи есть подписание. Есть, да? Да. И у меня очень много обращений с Управлением обслуживания о том, что у нас не соответственно. Ну, вот на сегодняшний день, насколько я знаю, один из богатых у нас сельских поселений, сельских кругов, Шиховский, да? Деньги всегда нет, да, и глава поселения у вас, бывший учитель, да, это директор школы, да? Бывший учитель, да. Я так понимаю, ну, надо как-то его... Я 9-я. К местной думе помочь нам сделать ограждение или хотя бы даже сделать... Нет, значит, давайте мы так, по-другому поставим вопрос. Значит, они не должны вам помогать, они должны исполнять закон. И директор ходит, значит, с протянутой рукой, просит, значит, будьте так добры, вот, помогите нам. Мы вот нарушаем закон, да, а вот вы нам помогите его не нарушать. Вот, как бы, вот эту тему надо ломать и менять, как бы. Не хватает ресурса у кого-то пока, да, то есть закон выпускается, но денег пока не хватает. Наша задача немножко это ускорить и указать, значит, как общественной организации. Роспотребнадзора, было очень много замечаний, нам выписали штраф на юридическое лицо, я не могла отстоять свои права, что мы писали, мы просили, нам не выделили средства. Штраф 10 тысяч, а претензии, претензии к столовой, что у нас там не хватает оборудования, претензии к окна, претензии к полу, к освещению. У нас в поселке по любой улице, кроме центральной, нет ни одного дорожного знака. То есть в целом, да, проблема существует такая, в целом по поселку, потому что у нас системная проблема. Значит, вопрос по поводу этого пешеходного перехода, он поднимается очень давно, этот вопрос стоит 15 лет. Задний двор у вас примыкает вообще к строениям, самозастрою, то есть вообще то, что не должно быть ни в коем случае. И на территории школы находится живой дом, частный, живой дом, тоже недопустимо, согласно законодательству, не должно быть. Но периметр нашего забора раза в два больше, чем у любой другой школы там в Кирове, то есть 2 миллиона. Нам на подготовку школы к новому учебному году в этом году сначала было выделено 15 тысяч рублей. То есть, сопоставив 2 миллиона и 15 тысяч рублей, а на подготовку 40 образовательных учреждений, да, там, включая капитальный ремонт и крышу, у муниципалитета было всего полтора миллиона. То есть, конечно, мы должны решать этот вопрос по ограждениям, но мы сегодня расставляем приоритеты, да. Нам на декоративный ремонт, как я еще раз повторюсь, было выделено 15 тысяч рублей. Ну да, потом добавили еще на противопожарную дверь, ну, так скажем, 50 тысяч рублей мы потратили. А родители, вот я просто прошел по всем кабинетам, расспросил классных руководителей, там, родительские комитеты, сколько они внесли. Они внесли 200 тысяч рублей. Вот это главный наш спонсор. Вот видишь, здесь вот, значит, часть забора выполняют самозастроенные сараи. Да. Видишь, самозастрой. Самозастрой. Да. Все самозастроен, да. Кирилл и того же самозастрой. Сюда стали приходить люди с соседней улицы, там, где продают эти вот фунфырики, да. И они здесь под покровом вечерней темноты, значит, собирались вот в этих нишах, и они распивали здесь свои эти фунфырики. Их накопилось здесь действительно очень много. 8 мешков, говорят, собирали, да? Рабочие убрали 8 мешков этих фунфыриков. И вот все вот эти груды, это в субботу мы сложили. Вернее, в верхних уровнях, что независимо от финансирования, то есть это распространяются общие системные условия на всю страну. То есть, несмотря на уровень финансирования, место расположения, ну и в том числе даже расположение по, где учебные учреждения у нас расположены. Это городская местность, сельская местность. То есть, по уровню финансирования от этого не зависят те нормативы, которые мы должны совместно с руководителями учреждений выполнить. Самое плохое, что у нас основное, а с трио всех этих проблем, в первую очередь, кто страдает? Руководитель учреждения.